Добрый день, дорогие соотечественники! Так скажу, уже, так сказать, с высоты своего возраста. Вижу молодые лица, очень радуюсь этому. Я вижу себя в вашем возрасте, вспоминаю себя в вашем возрасте. Я тогда, как ни странно, тоже мало думал о старости, что она когда-то придет, о пенсионном возрасте и тем более. Но все-таки я, наверное, слукавлю, говоря о том, что я совсем не думал. Я вынужденно об этом должен был думать, когда, проходя мимо лавочки возле моего подъезда, я там видел стариков, которые сидели, вели свои неторопливые пенсионные разговоры. О чем они говорили? Ну и, естественно, о здоровье, которое они к черту, о детях, которые отделяют их вниманием. Они обсуждали какие-то сериалы, ну, естественно, положение в стране. И тогда я подумал, нет, это не мое. Я такой депрессии вообще по роду своего характера. Я не могу допустить, я не хочу такой старости. И вот тут я понял, что если я не вмешаюсь, если я не перестану плыть по течению в том возрасте, то у меня ничего не получится. Я буду точно таким стариком, каких вот я видел на лавочке. Вы знаете, сейчас такое небольшое отступление, когда я звонил своей маме, и всегда, ну, там утром все. Мамочка, здравствуй, дорогая. Ну, как дела? Такая всегда пауза. Дальше она говорила так. Ну, здравствуй, Владик. Меня это убивало всегда. Ну, я с таким настроением. Мамочка, ну что помочь? Ну, что кушать? Давай. И вот это все, вот все у меня сразу обрывалось. Короче говоря, друзья мои, я не хотел такой старости. Я не хотел этого депрессника. И вот сегодня перед вами стоит, как вам не покажется странным, абсолютно счастливый пенсионер. Нет, если кто-то подумал, что у меня пенсия 200 тысяч, это абсолютно не так. У меня пенсия 12 300. Извините, 12 800. Ну, подняли же. Где же истоки моего счастья? Я хочу сегодня с вами поделиться своим рецептом, если можно так сказать, моей счастливой старости. Как мне удалось стать таким счастливым? И обычно психологи, когда вот есть такие вопросы, они всегда советуют обратиться в детство. Ну, вот попробовал я. Значит, я вижу себя маленьким мальчиком в окружении большого числа родных и близких, прежде всего, конечно, бабушек и дедушек. Верите, я буквально купался в их любви. Мне так повезло. Я купался в их любви и задавался вопросом, «А за что они меня так любят? Что я такого сделал?» Бабушка моя, сколько себя помню, была одна и та же фраза. Я к ней приезжаю, она идет ко мне навстречу, тянет ко мне эти свои теплые руки, пахнущие выпечкой домашние, немножко шершавые, берет меня за щеки. Это было каждый раз. Ее колбасило от того, что я приходил. И она говорила, «Здравствуй, радость мою! Джунет, мир, 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 мир!» Вот так вот. Я понимал, что это какая-то безусловная любовь. Вот есть условная любовь, а есть безусловная. То есть любовь без условий договоренности. Просто потому, что ты есть. Все. И вот когда родился мой внук, и я стал дедом, когда я его взял на руки, я понял, что эта любовь, которую я получил в детстве, была дана мне авансом. Авансом! И у меня сейчас появилась счастливая возможность в самом хорошем смысле слова «рассчитаться». Слово такое не очень, да? Отдать надо. А здесь нет. Вот рассчитаться с моими стариками за ту любовь, которую я получил в детстве. Вы никогда не задумывались о смысле поговорки «время разбрасывать камни и время их собирать». Вот я вдруг в какую-то минуту понял, что эта поговорка, вот она именно про деда и внука. Про бабушку и внука. В свое время я собрал эти камни любви, а теперь моя задача их разбросать, отдать ему это все. Каждую свободную минуту я проводил вместе с ним. Ну вот, например, я никогда с работы не ехал, так сказать, домой, как это было обычно. Я ставил машину на стоянку и от стоянки до дома было, ну, минут 7-8. Я никогда не шел пешком. Я бежал, задыхался. Я боялся потерять каждую лишнюю секунду общения с этим ребенком, с моим внуком. И вот тут я увидел, так сказать, свое предназначение, что, оказывается, смысл-то жизни теперь вот в этом. Передать этому ребенку все традиции моей семьи, рассказать ему о его предках. Надо сказать, что я много лет занимался собирательством, и на момент его рождения у меня дома уже скопилось ну такое достаточно большое количество предметов разных эпох. Это были, кстати, предметы еще из моего детства, потому что мне это было необходимо окружить себя предметами моего детства. И в том числе у меня было большое количество предметов, конечно же, связанных с Великой Отечественной войной. У нас в семье вообще эта тема какая-то была такая вот всегда очень важная и трогательная. Внук рос. Мы с ним играли этими предметами в эти эпохи. Естественно, мы с ним выходили на улицу. Я учил его стрелять из лука, метать копья, дротики, метать ножи. Ну, мужская работа. Ребенок, мальчик должен быть мужчиной. Ну, я так считаю. Да. Ну, хорошая такая, да, подоплека. Мне нравится это. Тоже больная тема. Так вот, значит, мы с ним проводили бесконечные игры на улице. Кстати, в том числе мы с ним запускали ракеты. Мы учились ставить туристическую палатку. Ну, вот, словом, все из моего детства. Я считал, что он должен это все уметь. Пригодится или нет, все же другой вопрос. Но это все было хорошо, когда была хорошая погода. А что было делать, когда шел дождь? Хорошо. Мы с ним рассматривали в микроскоп внутренний мир. Муравьи, помещенные в капельку меда. Очень интересный процесс. Поехали взять на темирник, купить там вот этих червей для рыбок красных, бросить и смотреть, какие они страшные. Конечно, это было очень здорово. Но мне этого казалось мало. И тогда возникла мысль на тех этажах построить для него маленький, небольшой пневматический тир. Такой, как был у меня в детстве, когда я был ребенком, и мой дедушка и папа меня водили туда. Я купил точно такие мишени. Слава Богу, что в Нижнем Новгороде есть фирма, которая делает вот эти самые старые мишени, электромеханические. Помните? Мельница, самолетик, мужик с медведем. Вот это все. Значит, я это все припер туда, сделал маленький тир ему такой, купил оружие, стены оформил в стиле военно-патриотического клуба, повесил туда фотографии моих дедов-прадедов, которые воевали, эти советские большие плакаты «Воин Красной Армии спаси», ну что-то типа этого, вот это все. Начали приходить его друзья, естественно. Мало того, они начали приходить вообще еще с родителями. И мы очень скоро поняли, да, ну там звучала военно-патриотическая музыка, эти все старые песни бьются в теплые печурки. Я говорю, ну в общем. Значит, очень скоро мы поняли, что это помещение очень маленькое для нас. И на семейном совете мы приняли решение такое. У нас должен быть свой тир-музей, ну поскольку моей коллекции уже некуда было девать, я хотел, чтобы люди другие, не только мои друзья их посмотрели. И, значит, мы нашли такое помещение, гораздо большей площади, и открыли там свой тир-музей. Ну сегодня понятие тир, это понятно каждому. А вот музей. Очень было важно, чтобы музей был не такой, как обычные музеи, а чтобы это был интерактивный музей. Сейчас очень модное слово трогательный. Да? Вот мы решили сделать именно трогательный музей, но как бы в двух ипостасях. Первое, это я хотел потрогать их сердце, наших гостей. Я хотел докопаться до их души, открыть ее и сказать, посмотри, что творилось. Мы не можем это забыть. А второе, цель была какая? Цель была донести до них память о Великой Отечественной войне вживую. А вживую это значит потрогать. Вот в каком смысле трогательный музей. Проходя по нашему музею, мы подходим, мы настолько глубоко вообще вошли в эту тему, что, ну вот, например, 28 января был день снятия блокады. Значит, мы испекли для этой цели настоящий блокадный хлеб. Вот, ну не просто, это был кусочек черного хлеба, который дается, значит, ну вот, на акциях, на всяких. Я нашел рецепт. Мы по этому рецепту, наши знакомые пекари, с добавлением опилок, жмыха, всего этого ужаса, он был горький, он имел какой-то свой определенный запах. Мы отрезали кусочек, ровно 125 грамм, это все положили, и дети наши, и взрослые тоже, каждый всегда очень хочет взять это в руки. Они нюхают его. Мы гасим свет, зажигаем керосиновую лампу. В свете этой лампы мы слушаем звук метронома, сердце Ленинграда. Дальше у нас очень большая экспозиция фотографий нашего города, разрушенного города, и дети могут видеть это все и сравнивать с нашим сегодняшним городом. Я сейчас ехал сюда к вам по набережной, сердце радовалось. Ну, чистенько во всяком случае, новенько все. Вот. Очень важно, чтобы дети видели, ну, для меня, вот эту вот разницу. Естественно, идет вопрос от нас. А вы вообще понимаете, сколько силы труда стоило нашим людям? Ведь 98% инфраструктуры было разрушено при командировке фашистских. Дальше мы продвигаемся, ну, может быть, к одной из самых главных таких реликвий нашего музея. Это самый обыкновенный флажок, который продается на каждом углу. Друзья мои, это флажок вот такого размера, 9 мая. На нем написано 9 мая. Он стоит, я не знаю, ну, сколько там, ну, пусть там 50 рублей. Но это непростой флажок. Нам очень повезло, и мы с нашим внуком в 19-м году, ну, да, в 2000, в прошлом году мы попали в Берлин. И не просто в Берлин. Мы попали 30 апреля в Берлин. Друзья мои, это день штурма Рейстага. И вот 30 апреля мой внук с этим флагом и с портретами всех прадедов стоял на ступенях Рейстага. Вы представляете, какая память у него должна была заложиться? Ну, естественно, там накачка дедовская. Они не дошли. Один закончил войну в Кенигсберге, другой в госпитале. Ты представляешь, ты их донес сюда. Ты понимаешь миссию свою. Скажите, этот ребенок, когда вырастет, может говорить, ну, что-то подобное, что говорится сегодня о роли нашей победы и так далее. Так вот, этот флажок у нас теперь стоит как какая-то реликвия, ну, там, на таком пьедестале, все. И, естественно, мы детям это все рассказываем. И вот был очень такой, ну, буквально недавно был случай. Девочка, лет 9-10, услышав всю эту историю про флажок, она мне говорит, а можно взять его в руки? Я говорю, ну, конечно, деточка, можно. на какой, на, возьми. И она его взяла, покрутила и вдруг начала нюхать. Я обалдел. Я говорю, маленькая, а ты вот нюхаешь, что ты там слышишь? Она на меня смотрит, а глаза вот такие вот, губы дрожат, победой пахнет. Но мы обмерли. Вот этот ребенок, 9 лет, победой пахнет. Надо сказать, что мы очень много рассказываем про партизанское движение. И в этом смысле осуществилась моя мечта, я сделал настоящую партизанскую землянку. Она сделана из бревен, она оборудована всем тем, что было, всем настоящим, что было в то время в партизанской землянке. Мы заходим, мы видим печку-буржуйку, в ней трещат дрова, уголок радиста, желтый глаз моргает призывно, зовет сесть к рации, одеть наушники, передать какое-то сообщение, ключом морзе, послушать в наушниках. Звуки войны. Мой звукорежиссер, когда я его просил эти файлы сделать, он мне говорит, послушай, вот ты себя слышишь или нет? Ну ты мне говоришь, скрежет танковых гусениц звуки осыпающейся земли и главная истерическая немецкая речь. Ну вот где я возьму? Он нашел это все. И дети, одевая наушники, слышат это все. Я вижу их глаза. Мы садимся за наш стол в землянке, стол весь в картах военных действий. И тут начинаются разговоры, такие задушевные разговоры. Я начинаю тоже вот как-то это все изнутри. Я начинаю вспоминать рассказы моей мамы. Я понимаю, что мы последнее поколение, которое вживую видело участников войны. Не дедушка-ветеран сегодня, который в школу приехал, мы его не знаем. Мама моя, дитя войны. 42-й год. Фашисты в Ростове. На набережной, лагерь этих, для наших военнопленных, бабушка где-то нашла, я не знаю, перловую крупу. Сварила огромную кастрюлю каши, этой перловой. Ее закатали в одеяло, погрузили на санки, и мама все это потащила в лагерь для военнопленных. Маме было 9 лет. Я об этом тоже рассказываю. И вот в этот момент, когда идут вот такие рассказы, друзья мои, я вижу их лица. Я вижу эту сопричастность. Меняется все. Куда делась эта бравада? Куда эти шутки все, которые были там на улице? И еще раз говорю, миссия моя. Я счастлив от того, что я делаю. Я часто говорю, я, мы. Ну, кто это мы? Мы – это моя команда. Это прежде всего моя жена, которая сегодня сидит в зале. Это мои дети. Это мои друзья, которые тоже сегодня в этом зале. Я им безумно благодарен. Я 12 марта буду отмечать 36 лет нашей с ней супружеской жизни. Я безумно горжусь тем, что мой друг, мой соратник так ведет экскурсии в музее. Настолько, что когда я вижу лица гостей взрослых, вот с такими ртами, слезы в глазах, мой внутренний голос мне говорит. Нравится? Это твоя женщина. Такой кайф. Гордиться этим. Я желаю вам, дорогие мои, не бояться выйти на пенсию, не бояться старости. Найти то дело, которое вам поможет абсолютно уйти от всех этих проблем. Я не смотрю телевизор. Я не хожу по врачам. Вы думаете, у меня ничего не болит? Болит. Мне некогда. Весь мой день, с утра до ночи. С утра до ночи я ложусь с этими мыслями. Я просыпаюсь. Какие-то бесконечные квесты в голове. Что у меня, что у нее. Говорят, послушай, какая мысль. А давай вот так. Давай. Я жду встреч с детьми каждый день. Я счастливый человек. Мой отец, который очень много сделал для нашего города, и не только для нашего города, всегда мне говорил, сынок, торопись делать добро. Жизнь такая короткая. Я желаю вам не бояться старости, найти себе что-то подобное для того, чтобы приносить пользу людям. Будьте счастливы. Спасибо. 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 Спасибо.